Продолжение следует... Мы знаем, что вхождение в церковь это тоже крещение, что когда мы желаем присоединиться к церкви, когда желаем стать ее членами, мы должны принять крещение. Крещение с греческого слова переводится, греческое слово баптизма переводится как буквально погружение в воду. И вот этот праздник крещения, это крещение Христа. Итак, зачем нужно ли было Христу принимать крещение, в чем смысл этого праздника, об этом мы сегодня поговорим. Был такой пророк великий Иоанн Креститель, который вышел на проповедь и призывал людей к покаянию. Он совершал тоже своего рода крещение. Выходил на реку Иордан, обращался к людям с проповедью и призывал их покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И люди слушали Иоанна, приходили к нему, и заходили вместе с ним в воду перед всем честным народом, который собрался на берегу Каяли в своих грехах. Говорили, что я вот такой-то такой, допустим, там Иван Иванович, вот кто-то меня, может быть, знает из соседнего села, занимаюсь торговлей или пекой. И я в том-то, том-то грешу. Я перед небом, перед Богом, перед людьми, собравшимися здесь, в этих грехах своих каюсь. И Иоанн совершал его омовение, омывал этого человека водой. То есть человек, как бы, считалось, обновлялся. Ну, вообще с водой у многих народов связаны такие вот ритуальные процессы омовения. Потому что что есть вода? Вода – это жизнь. Мы состоим больше части из воды, окружающий нас мир состоит из воды. Вода дает нам жизнь, поддерживает нас жизнь, питает нас. Вода очищает грязь, скверну. И вот Иоанн занимался этим крещением покаяния. И вот в один из дней к Иоанну на Иордан приходит Иисус Христос. Вот замечательная картина Александра Иванова «Явление Христа народу». Христос приходит к Иоанну, подходит к нему и тоже собирается принять крещение. Иоанн был великим пророком. И он узнал, конечно же, пророчество о Мессии, о том, что придет Христос. Ему было понятно, что вот этот человек, который перед ним находится, это и есть тот самый Христос. И он удивляется этому вопросу. Как так? Ты, Мессия, ты пришел нас спасти, и ты приходишь ко мне, к пророку, просишь, чтобы я совершил на тобой крещение, которое я совершаю над грешниками, призывая к покаянию. У Мессии же не может быть грехов. Зачем? Зачем это нужно тебе? Христос отвечает, так подобает исполнить. И вот здесь возникает вопрос, а что исполнить-то? Почему подобает-то? Ты же Бог, зачем тебе это крещение? Здесь важно понимать, что. Христос, когда родился в этот мир, он принял на себя природу человека. Он не пришел во всей славе своей, не разверзываясь с небеса, не хор ангелов спустился с трубами, не яркий свет, вспышка, и вот он, Бог во всей своей красе, величестве и могуществе. Христос пришел тихо, родился, как и каждый из нас рождается, младенцем, приняв на себя нашу природу, природу человеческую. А как мы знаем из книги Бытие про Адама и Еву, наши прародители согрешили, и природа человеческая исказилась. Она стала подвержена греху, потеряла свой изначальный статус. И вот Христос, принимая эту природу, он ее собою освящает. Он соединяет божественной и человеческой. И принимая на себя нашу природу, он принимает на себя и все законы человеческого мира. И посему эту природу человеческую нужно осветить, нужно омыть ее. И вот Христос приходит к Иоанну и говорит, подобает всему свершиться. Иоанн не противится воле Бога и крестит Христа. И как только Иоанн совершил крещение, тут же разверли с небеса и сверху на Христа снизошел Дух Святой в образе голубей. Был глаз с небес. Все сын мой возлюбленный, на нем же мое благоволение. Как это вот события, которые произошли в крещении. А как этот праздник появился? Как его христиане начали праздновать? Зачем? Почему? И так далее. Празднование Бога явления. Крещение еще называется Бога явлением. Об этом мы еще поговорим, когда будем говорить о святой воде, освящении воды. Праздник Бога явления. И еще начал праздноваться при жизни апостолов, где-то примерно 2-4 века. Вот со 2-го века сохранил свидетельство Климента Александрийского, когда он описывал этот праздник, в своих проповедях говорил о нем и призывал христиан праздновать этот праздник. Но в этот день праздновалось не только крещение. Это был двойной-тройной праздник. Праздновалось Рождество Христово, праздновалось поклонение волхов ко Христу и праздновалось крещение Господне. То есть эти праздники были объединены в один под названием Богоявление. Не было для первых христиан понимания важности празднования Рождества. Ну, родился, родился, каждый из нас рождается. Важно-то, что дальше произойдет. Вот родился-то каждый человек, а вот кем человек вырастет, что он принесет в этот мир, это уже более имеет важности и значения. И вот как раз крещение, это вот Христос уже пришел, вышел к людям, явился, исполнил закон, началось мессианское пророчество, началось спасение человеческое. Но так праздновали не все христиане. Христианство было и в Восточной Римской империи, и в Западной Римской империи. И вот на Западе, уже более в раннее время, христиане начали разделять эти праздники. Праздник Рождества Христова и праздник крещения, богоявления. И в V веке на Халкидонском соборе, который происходил в городе Халкидия, одним из решений святых отцов было разделить эти праздники, выделить их, обособить своими элементами богослужения, своими традициями, своим смыслом и значением. Как мы уже вначале сказали, что рождение – это не просто факт, это пришествие Бога в этот мир, это соединение божественного человеческого. С этого уже начинается спасение, подготовка к спасению. А крещение – это свой обособленный праздник. И 6 января по старому стилю стало крещением Господним, по новому стилю, в котором сейчас мы живем, это 19 января. А Рождество Христово стало праздновать 25 декабря по старому стилю, 7 января по новому. Какая центральная идея этого праздника, праздника крещения? Главную мысль, которую церковь положила в основу праздника богоявления, очень ярко и тонко выразил апостол Иоанн Богослов. В его Евангелии от Иоанна, оно начинается такими словами, «Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его». Говоря проще, богоявление – это торжество. Торжество людей, которым пришел Бог. Пришел Бог и их создать. Бог сделал первый шаг навстречу человеку, протянул ему руку, пришел к своим людям. В принципе, ту же идею заключают в себе и другие христианские праздники, поскольку само христианство, оно является религией, в которой творец снисходит своему творению, становясь его частью, но не сливаясь и не переставляя оставаться Богом. Разделение божественное и человеческое. Мы знаем, что в мифах многих народов, религии, традиции, говорится, упоминается тоже о явлении богов-людя. Так и в Библии вот есть упоминание, когда Бог являлся ветхозаветным праздником. Почему же, чем же так особенно вот это новозаветное явление, явление Христа? В чем между ними разница? Разница в том, что в Ветхом Завете Бог являлся невидимым образом. Он был в иных, либо являлся в виде неопалимой купины, огненного куста, либо голос его пророки слышали, тень видели, или в виде ангела. Но сам лично никогда Бог не являлся человеком. В других религиях мы в мифах слышен, допустим, греческие, римские боги. Да, являлись людям, но они не принимали какого-то особого участия в том, чтобы сделать жизнь людей лучше. Языческие боги, они были лишь как суперчеловек. Такой же человек только имеет какие-то силы, возможности. Также подвержен таким же порокам, как и мы. То есть такой же человек, как и мы, но немного имеет сил больше, чем мы. И сколько мы мифов можем посмотреть, особенно ярко греческие мифы, где боги ничего хорошего для людей не делают, они просто развлекаются, пользуются своей властью. В христианстве же Бог заботится о людях. Он приходит к ним, он делает первый шаг навстречу, он пытается спасти человека, призывает человека к спасению, являет ему пример. и отвечает на вопрос, а зачем я живу? Для чего я существую? В чем моя цель и задача? Библия нам говорит, Бог есть личность, Бог есть любовь. И Он хочет, чтобы и мы проявили нашу личность, чтобы мы проявили нашу любовь. Теофания, богоявление с греческого, переводится буквально как Бог-божество, светиться, являться, показываться. Теофания Библии – это явление Бога, которому дорого свое творение, и которому очень хочется, чтобы это творение жило в мире, любви, радости, жило вместе с Ним. Это, собственно, изначальная цель и задача человека, когда Бог сотворил первых людей, Адам и Еву, Он их сотворил для жизни вместе с собой, для того, чтобы поделиться с ними своей любовью. Бог всю землю отдал человеку, сказал, вот, мир, который я сотворил, это теперь все твое. Живи здесь, радуйся вместе со мной, изучай этот мир, и через этот мир познавай Отца своего Небесного. Зачем в Иордан погрузился Христос? Мы в самом начале начали говорить об этом, что, ну, Он, верьте, безгрешен, Он Бог, зачем Ему это надо? Иоанново крещение – это символ покаяния. А в чем Христу, в чем Богу каяться? Иисус, Он не нуждался в этом личном омовении. Но все-таки Он совершил этот обряд, во-первых, как пример для подражания, а более глубокий смысл какой? Что Он наравне с другими кающимися, что Он не ставит себя выше, что Он так же, как и они, имеет природу человеческую, которую нужно исцелить, нужно омыть ее от грехов. Своим омовением Христос исполняет последнюю заповедь Ветхого Завета – осветить грядущее новозаветное таинство Церкви. Теперь всякий, над кем совершается крещение, незримым образом соединяется с Богом, заключает с Ним, завет входит в общение с Ним. Что символизирует собою, вот сейчас на слайде у нас появилась икона праздника, мы сейчас немножечко об этом поговорим, что есть икона? Икона – это не просто картины, изображающие исторические события, людей, явления. Вот мы можем посмотреть, ну, что мы на иконе видим? Ну, Христос, вот Иоанн Креститель, вот она, река. Ну, как бы, что было сказано в книге, тот человек и изобразил, написал икону. А все остальное, ну, как бы, элементы декора, ландшафта, нужно как-то заполнить пустоту. Но каждый элемент в иконе имеет свое значение, не случайно он там появился. Первый элемент на иконе – это же, конечно, центральный элемент – Иисус Христос. Он изображается здесь на бедренной повязке, первые изображения иконы этого праздника изображались без нее, потому что человек ходил в реку Нагимы полностью, как бы, все человеческое, все земное, что имеет, отринул. То есть, вот, что он у себя представляет, каким он родился в этот мир, таким он и приходит на реку приносить покаяние, отрешаясь от всего земного и готовясь к соединению с новой жизнью. Ну, затем, как бы, воззрение человека на тело немного менялось, и чтобы никого не смущать, чтобы у него какие-то недоумения, стали изображать на бедренной повязке. Следующий элемент – это, конечно же, Иоанн Предтечий, Иоанн Креститель, который совершает омовение, совершает крещение Христа. Склоненная его фигура означает глубокое смирение, что он говорит, «Я же не достоин тебя крестить, как ты от меня этого просишь?» Но Христос говорит, «Надо так исполнить». И Иоанн исполняет это, но понимает, что не достоин, как говорится, даже развязать его обувь, а тут надо совершить крещение. И тем не менее, он исполняет и крестит Христа, и, следуя его призыву, исполнить всякую правду Божию должен каждый христианин. Следующий элемент – луч. Луч, который спускается с неба на Христа. Знак Божий напоминает нам о том гласе Бога Отца, который прозвучал в момент крещения Христа. «Се, Сын мой возлюблен, в Котором мое благоволение». Этот луч преломляется на три части, указывая на Святую Троицу. Отец, Сын и Святый Дух, который каждый присутствует в момент крещения. Вот, кстати, еще одно значение, почему Богоявление. Потому что Бог явился в полноте своей. Троица предстала видимым образом здесь в момент крещения. Отец, Сын и Святый Дух. Далее в самом этом луче изображается гол, видимый образ Духа Святаго. Над Спасителем рядом же с Спасителем изображаются ангелы. В первых веках написания икон ангелов не было. Ну, собственно, потому что их, видимо, образом не было на самом крещении. Никаких свидетельств о том, что они там присутствовали тоже не было. Изображение ангелов на иконах стало появляться где-то примерно с 6-8 века. Они изображаются вот с покрывалами, которые постирают руку ко Христу, напоминают тем самым как бы крестных, восприемников. Текст праздника, праздничной службы на крещении говорит «Как о тя речные струи примут нестерпимого огня ныне идуща, как и обнажение небесное видит ангелы, как и рука Иоанна простретно тя слове Божиих пребезначальне того от земли создавшего. Ангели и гоу страшище, зряще, ужасе, небо и земля вострепета и сметейся море, и вся видимая и невидимая Христос явиси на Ордане освети воды». Следующая интересная деталь на иконе это мифологические персонажи. Некоторые еще есть разные виды трактовки этого элемента, некоторые видят, что это изображен дьявол, сатана, и вот своим погружением Христос изгоняет его из воды, изгоняет его из этого мира, а потом свою смерть побеждает его окончательно. Вторая вариация толкования, что это мифологические персонажи олицетворяют собой два потока, слившиеся в реку Иордан. С помощью этого приема иконописец напоминает о событии, описанном еще в Ветхом Завете в книге Иисуса Новина, когда при переходе через Иордан течение реки остановилось, дно обмелело, а прибывшие воды, которые приходили, они обратились вспять. Этот эпизод вспоминается в самом богослужении и крещении наряду также с другими древними событиями, переходом Израиля через Красное море под преевладительством Моисея, как прообраз будущего крещения Господня. Растительность в пустыне, ну, вроде вот совсем как бы такой незаметный элемент, то есть, ну, как бы ландшафт, а он тоже имеет свое значение. Растительность это, она указывает на животворную влагу благодати Божией, что Господь, явившись в этот мир, он, это поэтический образ из книги пророка Исаии, это символ человеческой природы, которая засыхает, гибнет от грехов и жаждет спасения, жаждет напитаться Богом. В одной из крещенских премий, которые читаются на богослужении, отрывок из Исаии приводится. Да возвеселится пустыня жаждущая, да возрадуется пустыня процветет, расцветет как лилия и даст всходы и вся возвеселится. Следующий горы и холмы тоже прообраз из книги пророка Исаии, когда оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, то горы и холмы будут петь перед вами песнь и все деревья в поле рукополискать вам. Крещение Господне это не только праздник человека, что вот ради человека пришел Мессия, пришел его спасти, но этот праздник всего естества, всего мира, созданного Богом, потому что Бог вручил мир человеку и мы видим, что человек с этим миром делает, не всегда он использует его на пользу. Так же, как человек погряз в грехах, так и мир страдает от грехов человека, а Бог же пришел обновить и человека, и мир, все привести в первозданное значение, какое оно было при сотворении мира. праздник крещения и таинство крещения, о чем мы говорили в самом начале. Есть какая-то между с ними взаимосвязь? Конечно же, есть. Более того, на заре христианства это было одним из немногих дней в году, когда было совершено, совершалось таинство крещения. Сейчас таинство крещения в храмах совершается почти каждый день. какого-то дня, в который нельзя совершить таинство крещения. Это зависит уже от возможностей храма и от возможностей священников, которые в нем находятся. В древности же таинство крещения совершалось редко, была долгая подготовка перед крещением. Сейчас у нас тоже потихонечку институт оглашенных подготовка возобновляется, в некоторых храмах одна беседа, в некоторых три, в некоторых больше проводится. То есть человеку объясняют, на что ты подписываешь, на что ты собираешься сделать, что не просто придешь в храм, запишешься, водичек тебя польют, крестик наденут, все, крещен. А зачем? А почему? А для чего? В чем смысл и значение этого действия? В древности крещение совершалось один или два раза в год перед праздником крещения Господня, Пасхой, перед Рождеством, потихонечку увеличивалось. Перед тем, как приедет к крещению, человек проходил длительное испытание, где-то могло занимать месяц, где-то полгода, когда человек пришел в храм, говорит, я хочу креститься, хочу быть с вами, ему говорят, хорошо, идея хорошая, но подожди, вот тебе опытный уже член нашей общины, опытный христианин, который станет твоим крестным, станет твоим наставником, духовным учителем, который будет тебя обучать и расскажет тебе, а что такое быть христианином, что такое таинство крещения, что от тебя требуется, что ты получаешь. И вот человек проходил это обучение, наставление, изучал церковь, изучал Бога, и затем вновь приходил в храм, говорит, так, я все послушал, я все понял, я готов принять крещение. Ему говорят, хорошо, подожди еще немножечко. Звали крестного, говорили так, ты с ним побеседовал, ты ему все объяснил, ты за него ручаешься, пред Богом и пред церковь, берешься на себя ответственность за него. Крестный говорит, да, я ему все объяснил, он готов принять крещение, он понимает, на что он идет. Вот в этом плане, к сожалению, у нас сейчас в современном мире, ну, насколько мне приходится сталкиваться, крестные, так, для галочки в основном у нас существуют, они пришли на крещение, ребенка поддержали, за стол праздничный сели, отметили это дело, потом подарили подарки раз в год и потихонечку начинают пропадать из жизни семьи. А крестный это поручитель, который берет на себя ответственность за своего подопечного предбогом и предцерковью, который занимается его духовным воспитанием. надеюсь, что все-таки этот институт оглашенный будет потихонечку возрождаться, и мы тоже будем к этому ответственнее относиться. Итак, значит, неделя перед просвещением это ближайший воскресный день перед праздником крещения. Почему он называется неделя перед просвещением? Потому что люди, которые готовились к крещению, в этот день они уже просвещались, они уже были готовы, и совершалось над ними массовое крещение. Крещение, во время которого звучали такое песнопение «Елиться во Христа креститеся, во Христа облекостеся, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Это, эти слова напоминают человеку, что раз ты крестился во Христа, то и жизнь свою облеки во Христа. Чтобы это не было профанацией, что не было формальности какой-то, а раз ты назвался христианином, так будь христианином. Живи по заповедям Божьей, живи вместе с Богом. И тут как раз таинство крещения. На крещении белый цвет используется, потому что что такое белый? Белый – это символ чистоты, символ девства, невинности, начало новой жизни, а на крещении начинается новая жизнь христиан, жизнь вместе с Богом. Также что мы знаем о празднике крещения? Что на него совершается освящение воды, великая агиасма, великая святыня, в переводе с греческого. Зачем мы освящаем воду на крещение? Есть два обоснования этого действия. Воду на крещение мы освящаем 18 числа накануне праздника и 19 сам день праздника крещения. В первый день 18 вода освящается в память о том, что накануне праздника крещения совершалось крещение христиан, которые были готовы к этому действию. 19 уже числа освящается вода в память о событии, которое было распространено в Иерусалимской церкви. По окончанию богослужений праздничных совершалось праздничное шествия, крестный ход на реку Иордан в память о крещении спасителя. Освящается в этот день вода великим чином. Мы знаем, что в принципе в храме почти каждый день совершаются молебны, освящают воду, но это малое освящение такое местное, локальное. А на праздник крещения освящается все водное естество. вода это святая, действительно особенная, великая геазма. Церковь верит, что крещенская вода она становится необъяснимым образом таинственно-мистически той водой, в которой принял крещение спаситель. Отсюда такое отношение благоговейное, благочестивое к этой воде. Она хранится долгое время у людей до дома, ее приют натощак принимать как святыню, освящают дома свои и так далее. Вообще, зачем нужна святая вода? В чем ее смысл, значение, в чем освящение? 18-го числа воду освящают в самом храме, там ставят баки, набирают воду, освящают. 19-го числа, если есть возможность, идут на водные источники, там освящают воду. Церковь говорит, что в праздник крещения все естество водное освящается, что Христос, когда совершил крещение, он освятил все воды, которые есть в этом мире. И мы воспоминаем эти события, освящаем все водное естество. Вся ли вода в этот день святая? Такой часто вопрос задают, допустим, зачем мне в храм идти, если церковь вы говорите, что все водное естество освящается, то есть я же могу просто на кухне пройти, кран открытия и набрать водичку, можете, поверь, ваше оно будет вам. Если бы вода освящалась только в тех местах, где находится священник, то это был бы некий такой магизм, что нужно определить какие-то условия для этого освящения, что вот священник, так, нужно там крест в воду опустить, нужно какую-то там молитву, заклинание, что-то такое прочитать, и вот теперь вода святая стала, а вот то, что я дома открыл, не по инструкции из-под крана, это просто обычная вода водопроводная. И да, и нет. Мы не можем и не должны Бога загонять в некие рамки, нам понятные, делать его ограниченным. Бог может всю воду осветить, может только вот у тебя в квартире осветить, он все может, он всемогущий. А другое дело, как мы к этому относимся, мы можем и сходить по всем храмам нашего города, набрать бидоны, воды из каждого храма, подписать, что вот это отсюда, это отсюда, это вот Владыка освящал, это вот батюшка освящал, это вот там старец какой-то освящал, у нас там в дом будет такой стеллаж с баночками святыми, но будет ли она действенна для нас, это зависит от нас, как мы к этой святыне относимся. Если мы просто ее собираем, копим, шкаф полный воды, мы по вере нашей дано будет нам, мы должны относиться к святыне благоговейно. Что мы вкладываем в эту воду, какой смысл, значение. Священник, когда совершает освящение воды, молится мы, церковь в этот момент вспоминает события крещения Бога, когда он осветил все водное естество, и мы верим, что и вот эту воду, которую мы освящаем, мы просим, чтобы она стала такой же, какой была в тот момент крещения, и мы верим, что Господь нашу молитву слышит, видит наше сердце, чувствует нашу веру и дает нам по нашей вере. Поэтому не так важно, где мы будем эту воду святую набирать, не так важно, сколько мы ее будем набирать, важно, как мы к ней будем относиться, что мы будем с ней делать, для чего и зачем. но, собственно, тоже, что я говорю, немного слайдами наглядно, так сказать, чтобы закрепить информацию. Крещение, много есть разных традиций, обычаев, вот мы тут упомянули крестный ход, который в Иерусалиме был, совершался на реку Иордан, у нас на Руси тоже очень любили этот обычай, традицию, вырубали на реке или на озерах прорубь, где-то, ну, просто квадратный, где-то в виде креста, набирали, освящал, в начале священник эту воду, затем люди оттуда уже набирали, некоторые окунались в эту воду, считая, что в день крещения, если окунемся в воду, то получим прощение, отпущение грехов, которые за год набрали, но это заблуждение, это немного не так, во-первых, отпущение, прощение грехов, оно преподается на исповеди, как исповедь, покаяние, с греческого переводится как метаноя, изменение сознания, когда мы признаем, что да, есть у нас какие-то грехи, что мы не святые, второе, что мы сокрушаемся в этих грехах, каемся, не просто признали, ну, обманывал, обманывал, да, там, конфетку, там, ну, ручку стащил на ручку, ну, ну, я самый грешный, что ли, ну, все так делают, что, я самый крайний, что ли, нет, мы понимаем, что это не есть хорошо, там, большой грех, маленький, а он все равно грех, и он загрязняет нашу душу, он оскверняет нас, и мы раскаемся в этом, мы сожалеем в своем поступке, и третий шаг в исповеди, это шаг вперед, шаг на исправление, что не просто мы признали, да, грешен, грешен, ну, да, раскаюсь, простите, и снова запускаем этот цикл, нет, мы стараемся этот цикл разорвать и исправиться, измениться, стать лучше, приблизиться к Богу в своем покаянии, изменении сознания, а вот целый год грешить, потом прийти, набраться мужества, окунуться в водичку, один или три раза, и потом выпрыгнуть, вов, все, как во, святой, очистился, но нет, так это не работает, потому что нету, нету работы над собой, нету исправления, нету изменения, просто совершил некое магическое действие, но это, как мертвому припарку, это ничего не изменило в тебе, ты так же продолжил заниматься всеми теми вещами, которыми ты занимался. И вот, кстати, интересный как раз момент, почему именно на крещение, окунание в прорубь, принимали люди. В эти дни, которые называются святки, они начинаются примерно где-то 6 января, перед Рождеством Христовым, и заканчиваются вот 19-м веревом крещения, праздничные дни, когда люди ходят на службы, ходят друг к другу в гости, делятся радостью о рождении Христа, о его крещении, делятся этой радостью с окружающими, с друзьями, с знакомыми, с соседями, всех, кого увидели. Вот, поют калятки, прославляют, веселье, радость. И существовали также, ну и, наверное, сейчас, может быть, не в той мере, надеюсь, но все-таки где-то досуществуют крещенские гадания, что как там в эти дни особые, когда тут столько святости в воздухе витает, можно как-то связаться там с духами, что-то свое будущее узнать, судьбу, суженого, ряженого найти, или там как жизнь твоя служится, совершались гадания. И к празднику крещения считалось, что вот раз ты, если вдруг гадал, а это нехорошо, в частности, шестой Вселенский собор в двух правилах осудил гадания, что кто обращается к ворожбе и так далее и тому подобное, тот должен быть отлучен от церкви, отлучен от святаго причастия, так как связывается с духами нечистыми. Вот. Люди понимали, что это нехорошо, но в то же время, интересно же, что там такое будет со мной в будущем? Может, ну, чуть-чуть там, можно, наверное, да, сделать. Вот, погадали, а все-таки нехорошо, там, да, вот, надо как-то это очиститься, идти в церковь, каяться, это не наш путь, это тяжело, а вот, если мы перед крещением сходим в прорубь, как у него, то все грехи, они смоют, в том числе и гадания, которые мы делаем. То есть, мы знаем, что это хорошо, но мы знаем, что есть способ, который нас обелит, очистит. Нет, не обелит, не очистит все это суеверие. И опять-таки, надо еще, ну да, вхождение на Иордань распространено было довольно-таки обычай. У нас, в частности, вот в Российской империи очень пышные гуляния были в столице, в Санкт-Петербурге, такие праздничные процессии масштабные отправлялись на водные естества, совершались, строились такие купели, воздружались, салюты с пушек устраивали, очень масштабно, широко совершалось гуляние. Есть еще разные традиции, какие-то обряды, связанные с крещением. Вот крещенский снег собирали, чтобы отбелить холстину, девушке кожу. Считалось, что этот снег, он же тоже снег, это вода, которая замерзшая, вот она освещается, что может какие-то, какую-то полюсию принести, там в колодец кинул, никогда у тебя не иссякнет, на тело приложил, у тебя какие-то болезни исчезнут и так далее. Вот что касается крещения. Крещение, в смысле вот погружение в Иордан, да, купание, в воде в этот день, это не обязательный элемент этого праздника, это традиция, это обычай. Поэтому нужно к этому подходить рационально, разумно. Мне понравилось, читал историческую справку, где-то, по-моему, 18-го, что ли, века, или, ну, примерно, 18-го, 19-го века, значит, историк описывает, что события крещения, что вот, совершалось праздничное, торжественные процессии, на реку, там, множество телег, с бочками приезжало, набирало воду, многие молодцы, да и старые люди, окунались в прорубь, чтобы получить исцеление, свои болезни, получить прощение своих грехов за год приобретенных, считаю, улучшить свою, как-то, жизнь, счастье на будущий год и так далее. Тут все, все, праздник описывается, описывается, и в конце, значит, завершается. Но, к сожалению, многие умирали от переохлаждения, от нерассчитывания своих сил. Потому что нужно понимать, что вот примерный прогноз погоды на 19 января. У нас погода минус 7, минус 13, а в Израиле в это время плюс 13, плюс 18. Вода у нас плюс 3, в Израиле плюс 22. Ну, есть разница, наверное, да? Вот. Это табычаи хождения на Иордань, окунание в прорубь, ну, там проруби нету, вот, окунание в воду, он пошел из Иерусалимской церкви, из Израиля, где погода теплая. У нас погода чуть похолоднее. Вот. Это не означает, что церковь запрещает купание. Нет, пожалуйста. Это, если это благочестивая традиция, что мы в воспоминании, окунание Христа, крещение в реке Иордан, совершаем такое же действие благоговейно, благочестиво, с молитвой, с подготовкой, с осознанием своих сил, пожалуйста. Я вот уже несколько раз говорил такие слова, как «поверь ваше дано будет вам». Да, поверь ваше дано будет вам. Если человек верит, если он благочестиво к всему этому относится, то Господь может и даст ему поверь ваше. Но, также есть такие замечательные слова, которые Христос, которыми Христос отвечал дьявол, когда тот искушал его в пустыне. «Не искушай Господа Бога твоего». А, к сожалению, вот эти окунания в прорубь, чаще всего, когда это люди не подготовили, а просто «Пойдем, да пойдем, давай, ну, для храбрости немножечко, для сугреба сейчас выпьем, и окунемся в прорубь. Ух, вот, это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому относимся к этому серьезно». И вот, собственно, наглядываем. Вот оно, окунание на Иордане, и вот оно, окунание у нас. Есть разница тепло, холодное. Крещение, праздник, в этот день принято праздновать, радоваться, накануне же Дня Крещения, Крещенский Сочельник, строгий пост. Собственно, как и накануне праздника Рождества. Что такое вообще пост? Пост – это подготовка к человеку, духовная подготовка к великому празднику, к великому событию. Как, допустим, мы ждем какой-то светский праздник, Новый год, день рождения, мы готовимся к этому празднику, мы дом наводим марафет, все убираем, чистим, пылесосим, моем, сами надеваем самую лучшую свою одежду, новую, чистую, выглаженную, накрываем стол, все чисто, все красиво сеет. Мы готовимся к этому празднику, событию. Также и праздником церковным мы готовимся, готовимся своей внутренней, духовной чистотой. Стараемся исповедоваться, покаяться в своих грехах, очиститься от них. Стараемся провести это время в молитве, подготовке, духовному настрою к празднику и также физически пост на себя накладываем некое самоограничение от каких-то внешних отвлекающих факторов. Чуть себя в еде немножечко смирим, чтобы не наесться довольным от блюха и потом уже ой, молитву, не хочется в церковь, в храм ходить-то нет, сейчас на диванчике лучше отляжусь немножко. Немного себя дисциплинируем. И вот перед крещением по церковным канонам, правилам, очень строгий день, строгий пост, и в этот день принято делать так называемое сочево. Традиционное блюдо этого дня, которое из круп, пшеницы, риса делается, добавляется мед, изюм, мак, ну в принципе тоже блюдо постное, но можно очень довольно-таки его аппетитно сделать сочно. Ну вот собственно такой я афишу смотрел, у вас тоже будет лекция про занятие тематическое. Занятие тематическое. А, занятие тематическое. Так, ладно, я не слушаю. Вот, небольшой так забежим вперед событий, которые здесь будут происходить, расхвященский вечерок о гаданиях. Вот мы сказали, что церковь не приветствует гадания. Почему церковь так к этому относится? Потому что здесь происходит заигрывание с потусторонним миром, заигрывание с духами. Мы пытаемся в свои руки свой иррациональный мир привести мир иррациональный, мир духовный, не какими-то своими трудами, там, постом, молитвой, духовного совершенствования, а вот мы проведем какой-то ритуал, да, и по этим правилам мир духовный должен нам подчиниться, потому что мы вот такие всемогущие, да, мы смогли обуздать невиданное. Но это все обман, и нет у нас таких сил и возможностей, чтобы Бога подчинить своим хотелкам. Почему это по-хорошему говорит? Вот, Святкин очень торжественно, очень радостно проводились эти мероприятия, собирались народные гуляния, дети, взрослые, там, одевались разные костюмы, пели калятки, ходили по домам, какие-то представления устраивали и так далее. К этому церковь в разные времена относилась по-разному. Не значит, что вот сегодня церковь об этом думает хорошо, завтра думает об этом плохо. В зависимости от того, что подразумевалось под этими калятками, что люди совершали. Потому что были некие крайности. Некоторые эти святочные гуляния превращались в такой разгул нечисти, как, можно сказать, такой наш зимний Хэллоуин, когда там люди одевались разные костюмы каких-то козлов, домовых, еще каких-то духов. Бегали, пугали, песни страшные пели и так далее, вымогали сладости. Зимний Хэллоуин православный. Вот. Это, конечно, не есть хорошо. А когда люди ходят празднуют, делятся радостью о Христе, родившемся, о крещении его, то есть делятся христианскую радостью, это хорошо, чего в этом плохом-то, да, то есть поделиться улыбкой с ближним своим, поделиться радостью. Вот сейчас, к сожалению, ну, можешь, конечно, я где-то в других этих местах нахожусь и от меня это ускользает. В детстве, помню, очень были распространены вот эти колядки, на крещение уже не так, а вот на Рождество Христово, да, ходили все детишки, мы собирались, там, самое меньше, нас, наверное, было 5-7 человек, а так там до 15-20-30 собиралось, ходили по знакомым священникам, по прихожанам храма, пели колядки, прославляли, делились этой радостью, ну, и сами тоже радость получали, кому-то денежку, кому-то шоколадки, вот, так все это, такое ликование радостное, сейчас, так это потихонечку обычаи как-то на нет уже сходит, мало ходит, вот в этом году я только одну процессию видел, колядовщиков, и то уже взрослые были, детей уже не видел в этих процессиях, а такие яркие эмоциональные впечатления, можно, все мы, наверное, так или иначе когда-то слушали колядки, вот, мне очень нравилась и нравится колядка, добрый вечер, Тоби, пани господали, она украинская колядка, которая как раз рассказывает о вот этих святочных праздниках, первый праздник Рождество Христово, радуйся, Сын Божий, нарадуйся, второй праздник Святаго Василия, вот, собственно, сегодня как раз мы празднуем праздник обрезания Господа нашего Иисуса Христа и в этот же день празднуется праздник Святителя Василия Великого. Третий праздник, святое крещение и так эмоционально вот эту всю радостью, которая прямо всего тебя переполняет и хочется ей поделиться, захватить этой радостью своих окружающих. Надеюсь, все-таки как-то возобновиться благочестивые, радостные обычаи делиться радостью, каледовать. Немножечко под конец нашей встречи поговорим о мифах, заблуждениях и так далее. Вот, что касается крещенской воды. Мы уже выяснили, что не стоит ее набирать бидонами, то есть, как бы, не в количестве святость, да, капли и море освящают, поверь опять-таки нашей. Вот, воду освящают 18-го числа и 19-го числа. Есть такое поверье, представление, что 18-го числа это богоявленская вода, 19-го числа это крещенская вода. Это совершенно разные воды, вот, и богоявленская она накануне, не в сам праздник, поэтому она чуть послабже, а вот 19-го сам крещение это самая такая мощная вода. Нет, это все одна вода. И 18-го, и 19-го числа совершается великая агиасма, великое освящение одним чином, одинаковое освящение воды. Что 18-го мы набрали, что 19-го. Это будет одна вода. Второй миф это про окунание в прорубь, что вот он смывает, очищает наши грехи и так далее. Нет, автоматически такого церкви ничего не происходит, происходит лишь через наши труды, наши усилия. Собственно, почему? Потому что человек сотворен Богом, человек сотворен Богом свободы, свободной личностью, со свободой выбора. Бог не сотворил человека как некую программу, робота, который запрограммирован на определенные действия, быть хорошим, быть послушным, любить и так далее. Бог сотворил человека свободной личностью, чтобы человек сам выбирал, был волен в своем выборе любить, творить добро, чтобы это было его желание, его действие. И за нас, без нашего участия, Бог ничего делать не будет, он не будет нарушать эту свободу выбора человека. Собственно, что и произошло с Адамом и Евой, когда они сделали выбор, совершили грех и не раскаялись в нем, а начали как-то оправдываться, более укоренят в своем грехе. Бог принял этот выбор человека. Хорошо, хочешь жить так, живи, но в раю ты со мной больше жить тогда не можешь. И Бог изгнал Адама и Евы израиля. Также и окунание в прорубь, оно не смывает от нас автоматические грехи, лишь наши работы над собой лишь наше покаяние. Также есть по поводу воды еще не то, что заблуждение, может, неправильное восприятие. Крещенская вода считается, что обладает целебными свойствами. Она долго хранится, не портится, потому что ее освящают Серебряным Крестом, Благодатный Батюшка, специальной мощной молитвой и так далее. Это все имеет место быть, но частично лишь. Да, священник имеет благодать от Бога, освящает молитвами, призывает Бога, но все это происходит по воле Бога, а не по действиям магическим священника. И вода, да, она может нам принести пользу, может даровать нам исцеление, но не потому, что ее серебряным крестом освящали. Крестами мы разными освящаем, и деревянными, и золотыми, и железными. Серебро тут ни при чем, если мы научно пытаемся как-то вот это освящение в рамки науки запихнуть и объяснить его, что он. Но потому что серебром освятили, поэтому и вода такая мощная. Нет, вода освящается Богом. И не портится она, да, не портится она, если мы благоговейно к ней относимся, если мы подобающих храним, она не портится, конечно. А если мы куда-то там в чулан запихнули, вообще про нее забыли, или может там решили полы помыть, то какая благодать ты в ней. вот один священник говорил про крещение, у нас разговор с ним зашел, говорит, а вот крещение взрослых, крещение детей, крещение детей в неверующих семьях, зашел вопрос о том, ну, а действие, действительно ли тогда крещение, если вот человек принял крещение, но он особо в этом не верит, или родители ребенка покрестили, но особо его воспитанием не занимаются, то есть, что тогда с крещением, оно действительно, оно было совершено, а будет ли оно действовать, будет ли оно приносить человеку пользу, это будет уже зависеть от него, как он им будет пользоваться, банально утрированный пример можно привести, допустим, мы купили билет куда-нибудь на какое-то мероприятие, музей, или билет на поезд, но не воспользуйся, вот просто на полку положили, вот у нас билет есть, да, а смысл, а толку тебе от этого билета, если ты им не пользуешься, так же и с крещением, так же и со святой водой, если мы этим не пользуемся, или пользуемся неблагоговением, неблагочестиво, то святая она, не святая, она на пользование принесет, а если мы подходим к этому делу с молитвой, с верой, то Господь по вере нашей и даст нам. Ну что ж, на этом мой монолог завершается, вот, благодарю вас за внимание, за терпение, что слышали и слушали, надеюсь, ну все-таки, я думаю, что мы живем в современное время, в век доступной информации, технологии и все это, в принципе, нам не в новинку, что-то да, мы уже слышали, где-то, может быть, что-то забыли, сейчас послушали, о, точно, помню, помню, или какие-то моменты мы, о, а вот это интересно, ничего себе, да, все-таки какая-то польза нам эта встреча принесла. Заранее поздравляю вас с наступающим праздником, праздником крещения Господа спас нашего Иисуса Христа, желаю, чтобы мы этот день, этот праздник встретили достойно, есть ли у нас возможность, сходили в храм, зачем нужно в храм, да, вот, как бы, священник призывает людей в храм ходить, это, прежде всего, нужно для нас самих, что такое храм? Храм, это дом Божий, это не просто некое вот здание, это дом Божий здесь на земле, где Господь пребывает с нами. Мы пребываем в нашей какой-то суете, работе, понятное дело, что мы, надеюсь, не бездельничаем, да, мы занимаемся делами, мы пытаемся жить в этом мире, жить хорошо, поэтому мы трудимся, суетимся, но о Боге забывать не нужно. Так же, как мы стараемся посещать наших родителей, когда выпорхнули из родительства гнезда, мы стараемся время от времени родителей навещать. Не потому, что мы обязаны, мы должны, а потому, что мы хотим этого, мы стремимся навестить наших мам, папу, тех, кто дал нам жизнь, тех, кто привел нас в этот мир, проведать, как у них здоровье, посидеть вместе с ними. Мы не хотим чего-то там получить, мы просто хотим пребывать вместе с ними, разделить эту любовь. Так же и в храм мы идем к Богу, к Отцу нашему небесному, чтобы вместе с ним побыть в этой небесной любви и радости. Поэтому в эти дни, особенно в празднике, когда немного отложим свои дела, свои земные попечения в сторону, как, собственно, заповедь такая есть, шесть дней работая, святой, седьмой день посвяти Господу Богу твоему. Вот. Поэтому, может быть, я только немного слукаю, все-таки есть у нас обязанность в храм ходить, но не потому, что нас к этому обязали, приписали, а потому что наша душа к этому должна стремиться, нам самим необходима. И в такие дни, особенные праздники, желательно, конечно же, посетить Бога, подумать немножко о своей душе и порадоваться вместе со всей полнотой церкви этому светлому празднику крещения Господня. Ну и водичку-то нужно, но тоже будет набрать, поучаствовать в общей соборной молитве. Ну что ж, всех с наступающим праздником. Спасибо за внимание. Вопросы может быть есть какие-то? Вопрос можно быстрее? Да, конечно, быть. Вот вода освященная становится в 19-м, только в праздник. Вопросы в Иордании, это же та же самая река, вот она, да, это еще лет, она все время просветает. Есть ли срок, так сказать, годности, да? Я просто ни к чему говорю, сейчас секунду, просто, я бы зря ездили родственники, я бы говорю, воды не привезите, уж не так вот мне захотелось, я просто в бутылке поставил, в шкафу, на шкафу стоял, то есть я никак не применял, просто, ну, ну, как-то, это я понимаю, что, ну, как-то языческое какое-то было. Здесь, опять-таки, есть вот у нас, у православных такие традиции, собирать святыньки, допустим, там, сюда съели, там, водичку, ну, собрали, здесь съездили, там, земельку собрали, здесь, там, частичку, там, креста, еще чего-то, в этом нет ничего плохого, и как, главное, мы к этому относимся, то есть, если мы верим, что вот эта вода святая, ну, собственно, Христос крестился в этой воде, да, там, раз в год, также приходят, на освящение, совершают вот это великое освящение воды, да, и в течение всего года приезжают паломники, приезжают священник, которые почти каждый день там совершают молитв, вот я тоже сподобился в прошлом или позапрошлом году, у меня с датами немного, точнее, со временем немного плохо, вот, сподобился съесть в Иерусалимскую землю, мы ездили как раз на Иордан, и пока мы туда спускались, там, одна группа паломников вместе со священником совершала молитву освящения, пока мы там переодевались уже смотрим вторая группа, то есть постоянно, да, там, непрерывный цикл вот этих молитв, освящения, и есть вот такое понятие святое место, да, почему оно святое, потому что мы постоянно его освящаем, освящаем свои молитвы, освящаем свои веры, призываем Бога быть с нами в этом месте, поэтому я очень скептически отношусь к всяким родным таким вот святынькам, там, земелька отсюда, земелька оттуда, но вот в данном случае вода с реки Иордан у меня вызывает только трепетное, благоговейное отношение, что это такое место, где сам Христос был, и мы постоянно-постоянно в этом месте проводим молитву, что, ну, не может, наверное, быть иначе, как только что эта вода святая, и наше отношение к ней, не просто как вот некий там магический сосуд, да, вот у нас такая вот мощная вода там с Иордани, и мы там сможем с помощью нее какие-нибудь там чудеса совершить, там, мертвых в воскресенье, там, омолодиться или еще что-то, да, такой магический подход, а именно благоговейный как святыня, поэтому да, святая. Спасибо.